Практическая психология Сфера труда тоже меняется постоянно, и даже наше с вами отношение к труду, к сфере труда тоже трансформируется. Вообще, какие сейчас ситуации на рынке труда? Что происходит? Что происходит? Ну, на самом деле, мы достаточно давно уже наблюдаем тенденцию о том, что у нас не хватает рабочих людей, в смысле соискателей, не просто там рабочих, а любых, любых профессий. И профессионалов становится все меньше и меньше. И у нас дефицит на рынке труда. И, в принципе, в любой кризис работодатели ожидают того, что на рынок выйдут хорошие специалисты. Но хорошие специалисты во время кризиса не выходят на рынок, потому что хорошие специалисты нужны своим работодателям, и они начинают за них держаться еще сильнее, дают им, возможно, какие-то дополнительные условия, меняют, пересматривают какие-то отношения. Вот. Поэтому ожидание от кризиса у работодателей, что появится много, скажем так, свободных рабочих рук, умов и так далее. Но этого не происходит. Этого не происходит только в нашей стране? Или вообще, в принципе, это мировая тенденция? Ну, в нашей стране точно не происходит везде. По мировой тенденции, ну, я не могу сказать прямо так сильно, но я вижу, что они тоже бастуют, им, наоборот, не хватает рабочих мест. При том, что, как бы, там немножко по-другому складывается карьера людей. Если у нас в стране, допустим, официант, это работа временная, во время студенчества, когда ты молодой, то, допустим, в Америке официант – это работа по жизни. Ты можешь работать на официантской должности до пенсии. И это, смотри, на уровень прямо искусства ведь выводится, да, иногда? Да, например, да. Либо также секретарь. У нас тоже это, там, или помощник-руководитель, у нас тоже эта вакансия считается по возрасту молодой. И даже, как бы, как и работодатели ищут более таких молодых, энергичных, еще, может быть, не связанных, там, с семьей и так далее, которые что-то хотят. И это у них первая ступенька. В то время, когда, допустим, на Западе, то есть ты помощник-руководитель, ты можешь работать им всю жизнь. При том, что ты становишься просто экстракласса, и там, либо твой руководитель растет вместе с тобой, либо ты уже выбираешь, как бы, все более топового и топового руководителя. У нас, допустим, да, секретарь, это первая ступенька в карьере. Вот. Да, и в связи с дефицитом труда. Значит, ожидания были такие, что в коронавирусе, опять же, часть предприятий небольших закроется, и люди окажутся на свободном рынке. Но то, что мы видим, этого не произошло. Да, с чем это связано? Я думаю, что с несколькими факторами. Например, один из факторов то, что дали небольшие компенсации, и люди, которых уволили, они просто пошли в какой-то такой минимально оплачиваемый отпуск, потому что вроде как граница закрыта, никуда особо не поедешь, и кто-то там уехал, там, на дачу у кого-то есть, у кого-то еще как-то. Но у них есть какой-то небольшой фиксинг, и они... Дали себе такое время передышки, да? И особо сильно не загружаются по поводу того, как ты мне там дальше будешь, что я дальше буду? Пока нет, да. Они как бы там смотрят газетки, мониторят, может быть, выкладывают свое резюме, но они неактивны. Да, то есть этим людям мы звоним, приглашаем, они не приходят на собеседование, да, мы звоним, как бы, пожалуйста, у вас резюме. Они говорят, пардон, я на пляже, я не приду. Я жизнь не собираюсь откладывать из-за работы, да? Да, да. И получается, что сейчас мы сталкиваемся с таким моментом, что у нас происходит переоценка вообще в принципе ценностей, да? У нас становится, если раньше мы смотрели фильмы, там, Столиваров, и там всегда был долг превыше удовольствия, они ставили рекорды, и была там линия какой-то любовной нотки, то сейчас фильмы поменялись. Сейчас главный герой приходит на работу и решает личные проблемы, но при этом как-то само собой получается зарабатывать деньги на хорошие квартиры, машины и так далее. И это начинает действовать на многих людей так, что да, это нормально, я прихожу на работу, я занимаюсь непонятно чем, я там не лью металл, я там не шью обувь, но у меня хороший офис, у меня хорошая машина и так далее. Вот. И ожидания у молодого поколения, они становятся такими, что работодатель обязан их обеспечить качество жизни. То есть они приходят и говорят, я закончил институт, и я хочу зарплату, ну, допустим, 30, потому что у меня квартира, потому что у меня там ипотека, потому что я хочу ходить, не хочу готовить, хочу ходить в кафе и так далее. Вот. Я говорю, отлично, но смотрите, конфликт в том, что работодатель не обязан обеспечить ваше качество жизни. Да, ваше хочу. Да, он обязан оплачивать ваши навыки профессиональные. Вот, давайте посмотрим. Что вы умеете. Да, сколько стоят ваши навыки? Вот если вы хотите 30, то какие ваши навыки стоят 30 тысяч? Вот, да. Этот вопрос, он многих вводит в тупик. Они говорят, ну, у меня диплом, я такая старательная, я там еще что-то. Да, аккуратная, красивая, молодая. Да, замечательно. Но давайте посмотрим по профессиональным навыкам, да, если там мы вас садим, допустим, в бухгалтерию, можем ли мы сразу посадить за программу, чтобы вы стали делать так, как необходимо? И человек говорит, нет. То есть получается, что вас нужно взять на работу, при этом вас нужно, вам нужно выделить наставника, который вас обучает, который тратит свое время, и при этом вы получаете повышенную стипендию специалиста и не приносите никакого КПД в компании. Вот. Человек говорит, ну, у меня же высшее образование. Он не сдается, конечно же. Да. Вот. Но высшее образование – это не то, что гарантирует, да. Высшее образование – это то, что формирует твою систему мышления в идеале. Да. Если ты там врач, то у тебя за время учебы должно сформироваться клиническое мышление. Если ты технар, у тебя формируется алгоритмическое мышление, и ты начинаешь решать задачи такими способами. Если ты финансист-экономист, значит, ты видишь любые производственные процессы, либо какие-то другие технологические, с точки зрения цифр, как это выглядит. Систем, да. Да. И если ты этому не научился, тогда как бы тебя, получается, нужно садить и заново учить. При том, что еще одна больная тема – это то, что качество нашего образования, к сожалению, снизилось очень сильно. А кто вот об этом говорит? То есть вот вам работодатели говорят, ко мне приходит человек, который закончил институт, и он нулевой. И работодатель приходит, и соискатель приходит сам, да, молодые студенты. То есть там, да, если, допустим, техническая специальность, там у нас есть чертежи. Я не техническая специальность. Я могу сориентироваться по этому чертежу. Он такой на уровне, там, понимания. Вот. Человек говорит, меня этому не научили. Угу. В смысле. Угу. Ты же закончил по профессии. Да. Тебя обучили думать, как технарь, как врач и так далее. Но если ты этому не научился, это не значит, что тебя не научили. Угу. Потому что обучение взрослых уже людей после 18 лет... Это самостоятельная история. Да. Это отличается от ребенка, потому что здесь знания берут, а не дают. И вот сколько ты взял, сколько ты смог тебе с этим багажом работать. Вот. И дальше. Дальше, как бы, тоже образование не заканчивается. Оно только начинается, потому что мир растет. Вернее, стремительно меняется, да. Меняются технологии, меняются подходы. И это требует того, чтобы профессионал, он всегда был на пульсе. Потому что если он не читает, не смотрит, то он уже сразу встает. Угу. Да. Вообще, тема постоянного обучения, тема постоянного развития, да, это сейчас актуально. И, кстати, на самом деле, очень многие к этому не готовы. Не готовы люди, которым уже за 40, они говорят, нет-нет-нет, мы все свои институты уже закончили. И когда они понимают, что впереди еще так-то двадцатка активной деятельности, да, и чтобы не отстать от тех тенденций, которые сейчас, ну, ежедневно, можно сказать, меняются, нужно держать, действительно, ты как правильно говоришь, руку на пульсе. Да, да. Вот если часто очень бывает такой момент, когда люди в возрасте говорят, мы не можем устроиться, да, и это такая проблема. Тогда начинаешь смотреть, почему человек не хочет, не может устроиться, что мешает. Оказывается, что мешает только, ну, такая закостеленность. Когда человек приходит на новое место работы и говорит, я 20 лет делаю так. И по-другому не буду. Да, почему я должна делать по-новому следующие 20 лет? Ему говорят, ну как, раньше вы считали на коленке, на там... На счетах. Да, да, на счет, да, в табличке, кстати, сейчас у нас программа и новая программа. Ей надо обучиться. Да. В совершенстве владеть. Хотя бы не в совершенстве, хотя бы ориентироваться хорошо. Угу. Да. А человек говорит, как бы, мы так не делали. И это уже само, вот сама позиция человека. Либо я учусь и обучаюсь новому, либо я, там, допустим, остаюсь на старом багаже. Угу. И это так-то дорога в никуда. Да. Да. Потому что ты понимаешь, что у тебя впереди еще 20 лет трудового стажа. Но это как дорога в никуда? Это дорога в обиды. В обиды. Да. Того, что как бы... Мир не справедлив. Понимается, да. И, да, с моим опытом я не востребована, а твой опыт устарел для наших технологий. Да. И это надо признать и развиваться. Да. Да. А проблема в том, что, конечно, сейчас вот такое самообучение при всей доступности информации, которая появилась, оно на очень-очень низком уровне. Потому что все мы устаем, мы открыли социальную сеть, мы посмотрели инстаграмчик, мы посмотрели красивые картинки, подумали, ой, почему у нас не так? Так. Или не спать? Обиженные. Обиженные. А потом проснулись, и опять как будто бы день сурка, да, одно и то же, одно и то же. Да, да. Для того, чтобы выйти из своей обиды, здесь нужно понять, что тебе нужно освоить какой-то новый навык. И тогда ты уже становишься, ну, созвучен. Ценным, да. Да, созвучен времени и созвучен этому ритму. И в то же время, смотри, очень важный такой момент, ну, это я как бы для себя, да, уже, что вот то базовое образование, которое у тебя есть, плюс тот опыт, который у тебя есть, да, и если ты регулярно, ну, с какой-то там определенной частотой, да, набираешься новых знаний, новых модулей, новых чего-то, да, то у тебя такой выстраивается красивый замок, да, в котором ты живешь, да, он презентабелен, он, в общем-то, функционален, и он дает свои определенные результаты, потому что ты можешь, например, в 20 лет не иметь этого опыта, а иметь только обыкновенное знание, да, но при этом тоже мы с собой ведь наблюдаем эти истории, когда дети заканчивают, ну, не дети, уже взрослые люди заканчивают институты, и у них такое ощущение, что им надо найти только какое-то одно рабочее место и на всю жизнь, потому что бабушки так делали, мамы с папами так делали, и они на этом выросли, потому что им говорили, так, ты выбираешь профессию один раз на всю жизнь. Их так учили, их так мотивировали, да, что они должны там хорошо учиться, должны закончить институт, должны это потом выбрать профессию, и не всегда по душе, иногда по деньгам, по стабильности, по востребованности, и очень тяжело работать тогда, когда, ну, ты работаешь без желания, без интереса, потому что у нас все же самая такая мощная мотивация, это наш личный интерес, если у нас есть интерес, то мы тут развиваемся, если нашего интереса нет, то мы на работу ходим из-под палки, что ты как бы у нас в этой компании, ты не очень, и начальник-то дурак, и так далее, и так далее, вот. Но сейчас тенденция рынка вообще такова, что человек может сделать 3-4 карьеры за свою жизнь, причем разных, совершенно разных, и это нормально. Да, если раньше казалось, что он такой поверхностный, то сейчас тенденция такая, что наоборот, новое, все новое идет на стыке, на сочетании чего-то, да, на сочетании двух интересов. Да, да, и это тенденция рынка, когда нужно искать собственные интересы, компоновать их, искать что-то новое, там, допустим, вот, вчера там я участвовала в одном вебинаре, и оратор, она точно сказала, да, как будто бы для меня, она говорит, вот я всегда хотела участвовать в благотворительности, и мне всегда нравилось писать тексты, и в итоге она там руководитель пиар-отдела в благотворительном фонде, то есть тогда, когда она собственный интерес сочетает, вот. И сейчас, в принципе, да, и эти люди, они выделяются, у них горят глаза, они заинтересованы своей темой, и они заражают окружающих, и они начинают за ними идти, потому что они видят, что это интересно. Действительно так. Слушай, Марина, вот давай поговорим сейчас, какие же у нас процессы происходят. Вот, например, если мы понимали, что раньше тоже была такая, прямо картинка такая, значит, после института, я хочу какую-нибудь успешную компанию, да, где там вот этот офис, где удобное рабочее место, где всё там в зелени утопает, и из меня там решают очень многие вопросы, там, да, корпоративный телефон, там, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Сейчас мы с тобой видим, что всё чаще люди говорят, что я вообще не хочу ни под кем работать, да, то есть прямо даже часто появляются у молодёжи там, да, свободные от офиса, там, ещё что-то. Вот как дальше будет развиваться эта тенденция, и вообще люди, которые уходят в свободное плавание, они возвращаются потом под кого-то? Ну, рынок фриланса, он существует, существует достаточно давно. Больше людей, которые ушли, они не вернулись, но они вернулись те, кто уже попробовал офис, попробовал, там, фриланс, и они уже не вернулись. То есть если человек, там, не пробовал офис, то начинает работать на фрилансе, да, и есть такие люди всегда недовольные. Да, им кажется, что фриланс оказался не такой уж, там, с сладкой конфетой, потому что ты сам должен думать про всё, про собственный режим, про собственных заказчиков, про собственные, там, какие-то ресурсы, денежные. Мотивацию про свою собственную. В том числе, да, когда ты, там, лежишь и не можешь собраться. И кому-то, и хоум офис, да, это такое новое понятие, достаточно новое, оно было раньше, но не в таком объёме. Сейчас в связи с, там, с тенденцией, там, сидеть дома, часть компаний, они останутся на удалёнке. Но это вызывает трудности, потому что необходимо структурировать свой рабочий день по-другому. При том, что когда, если там у тебя нет таких хороших условий, там, однокомнатная квартира, и там есть дети, кошки, собаки и черепашки, то нужно как-то от них изолироваться, и нужно найти себе вот это время. Чтобы быть продуктивным, да. Особенно если, там, допустим, это, там, тот же менеджер по продажам. В принципе, если у него есть программа, он может работать на дому, делать звонки, да. Но если там кто-то у него дерётся, есть детей на заднем фоне, то если там, если он продаёт подгузники, это нормально. Но если он продаёт станки на завод, то ему скажут, что это у вас там такое. Да, то здесь очень так, ну, по-разному. Картинка должна соответствовать, да, ожиданиям? Да, немножко должна соответствовать. Вот, поэтому фриланс, это не такая сладкая таблетка. На самом деле фрилансеры, это те же самые предприниматели, которые пашут и днём, и ночью, и они не могут закрыть дверь в пять вечера. И сказать. И сказать, как бы, всё, я отдыхаю. Да, это люди, как правило, если они даже где-то в компании, они там что-то пишут, какие-то заметки, у них мозговой процесс, это постоянно. Это утомительная история. Очень, очень. Они сгорают очень быстро, и потому что они не успевают отдохнуть, потому что им кажется, что вот новый заказчик, им нужно что-то сделать, они не дают себе отдыха и так далее. Это замкнутый круг. Плюс ко всему у тебя нет оплачиваемого отпуска. И, конечно же, с больничными там всё тоже по-другому, да. То есть как бы вот эта социальная безопасность, ну, как бы нет такой социальной безопасности определённой, да, это тоже своего рода такой пунктик, который тебя всё время заставляет что-то делать, да. Да, и, возможно, ещё вгоняет в тревогу повышенную, да, потому что тебе кажется, что если ты там сегодня день отдохнёшь, то там потом ты не наверстаешь упущенное. Это тоже. Но и раньше, да, был институт, институт, потом ты приходил на какое-то предприятие, у тебя была какая-то карьерная лестница, ты знал, что ты два года проработаешь, тебя повысят, ещё три года, ещё повысят. Такое понимание, да, картины мира. Да, и у тебя как бы был такой, ну, понятный путь, ты знал, что ты по нему идёшь, ты на него встал, ты уже с него не свернёшь. Как с рельсов. Да, а сейчас такого нет. И даже там люди, которые работают на крупных предприятиях, они тоже, да, очень часто приходят и говорят, меня не двигают по карьерной лестнице. Я говорю, в смысле не двигают? Вообще ваша карьерная лестница, и вы понедвигаетесь. То есть какие-то ожидания, да, что тебе кто-то должен. Кто-то что-то должен сделать за тебя. Тебе должны выдать премию, тебе должны это. Никто ничего не должен. То есть работодатель, это, в твоём понимании, работодатель тебе ничего не должен. Нет, почему? Он должен оплатить твои навыки, он обеспечит твоё рабочее место, чтобы ты об этом не думал. Это не только по законодательству, да. Это очень удобно, когда ты не думаешь, появился у тебя компьютер, не появился, обновилось у тебя программное обеспечение, не обновилось. Да, где ты взял деньги на этот компьютер, да, это уже. Да, у тебя-то всё есть. Ты приходишь, ты понимаешь это как должное, что ты как бы, ну, это нормально. Но когда ты этого лишаешься, вот так ты начинаешь понимать эту ценность. Точно так же, как с зарплатой обстоит дело, да. Если человек говорит, мне не устраивает зарплата, не устраивает, не устраивает, ходит, ходит, выпрашивает, да, слово выпрашивает при меню. Можно. Да, себе там повышение. И он повышает зарплату каким-то способом, там, либо через премию, либо ещё что-то. Два месяца проходит, он эту сумму осваивает, и ему снова мало. Но это вообще в природе человека. Да. Нам всегда мало того, что у нас есть. Это свойственно. Мы перестаём оценить, да. Оценить, да. Потому что очень трудно ценить то, что тебе досталось просто. Так, просто. А вот то, что ты действительно выстрадал, да. Опять-таки, это тоже, мне кажется, наш русский менталитет, да. Всё великое через страдания. Всё хорошее через какие-то вот прям преодоления. Не знаю. Не знаю, русский ли это менталитет, но я читала одно очень интересное исследование, оно меня удивило. Да, я, там, было процентное соотношение. Какая категория людей счастливы? Где больше процент соотношения счастливых людей? Результат меня просто шокировал. Оказалось, что наибольший процент количества счастливых людей это среди людей, которые стали инвалидами. Которые что-то потеряли, которые имели, которые начали ценить то, что у них есть. То, что у них осталось. Даже в том варианте, может быть, не в таком полноценном, но очень многие говорят о том, что именно через это они открыли что-то другое, ценности и так далее. Вот ты делаешь выводы, да, что не гневите Всевышнего, да? Да, да, это точно. То есть, пожалуйста, радуйтесь тому, что есть в настоящее время. Да, тому, что ты просыпаешься, тому, что у тебя есть горячая вода или хотя бы холодная, тебе не нужно идти на колодец. То, что у тебя есть там друзья, что ты здоров. Очень много всего, чем можно порадоваться. Марина, скажи, пожалуйста, вот если мы сейчас попробуем оформить, прям так словами, да, для работодателя сейчас идеальный специалист, какая формулировка должна быть? То есть, какие качества, вот такие мы сейчас все-таки про личностные качества, да, должны присутствовать у этого идеального специалиста, кроме навыков, которые, понятно, там, да, описаны в характеристике? Да, да, ну, то есть мы не будем брать, там, допустим, какую-то спецификацию, да, потому что для бухгалтера, понятно, одни, для рабочего другие. Но что важно, это ответственность. Это прям требование, да? Это как бы, это необходимость. Это необходимость, да, потому что как рассчитывает человек, который может не выйти на работу по каким-то там причинам, потому что там, не знаю, там у него кошка сегодня там... Решила родить котят. Решила родить котят, это хорошо, но если она там как бы просто как бы бегала всю ночь, почему-то не давала спать, и это не повод не прийти на работу. Вот, но это ответственность, это желание развиваться в своей профессии, да, это вот такое желание повышать собственную квалификацию. В принципе, вот этих двух качеств вполне достаточно работодателю, чтобы эффективно коммуницировать. И взаимодействовать, и чтобы человек мог расти в этой компании. Да, хорошее очень качество. Ну, конечно же, там ещё можно с десяток всего. Это можно, но там как бы уже нам нужно два основные. Если они есть, то есть уже рост. И уже есть о чём говорить с этим человеком. Если этого нет, тогда как бы это фундамент. Конечно, там нужна коммуникабельность, аккуратность и так далее. Там много-много всего, причём как бы на разные профессии будут разные качества. Потому что, допустим, для бухгалтера усидчивость нужна, но для рекламного агента, скорее всего, нет. Нет. Нужно, чтобы он двигался. Поэтому разные вакансии и будут разные требования именно к личностным моментам. А вообще замечательно, когда вот ты тоже, да, имея психологическое образование, выбираешь ту профессию, в которой сейчас живёшь, развиваешься, растёшь и получаешь от этого удовольствие. Заходит к тебе человек в твоё рекрутинговое агентство и говорит, хочу работу, работу своей мечты. И вот вы садитесь с ним, да, и как в личной психотерапии разбираете, а что ты можешь, а что ты умеешь, а почему ты этого хочешь, каким образом, да? Да, но не все готовы это слышать. Не все готовы это слышать. Удобнее позиция того, что мне должны. Я хорош, найдите мне работу, соответствующую моей хорошей. Шести. Да. А вот бывают такие истории, когда ты понимаешь, что человек действительно хорош, да, он великолепный специалист, у него есть хорошие личностные качества, которые позволяют ему действительно хорошо зарабатывать, но наш рынок труда не может ему предложить ту вакансию, да, которую он достоин. Ну, всё равно нужно посмотреть, по каким критериям не может предложить, что это зарплата, либо это уровень задач. Понятно, что если уровень задач не соответствует, человек хочет расти, то, конечно, он будет уезжать, уезжать в другую, там, в другой город, в другую страну. Сейчас это достаточно свободно делается, при том, что, там, я работала с подростками, и, наверное, где-то человек процентов 70, они говорят о том, что они хотели бы уехать. Уехать, покинуть этот Киров. При том, что не Киров. Не Киров, даже странно. Да, то есть первый этап – это уехать из Кирова, это как будто бы гарант хорошего образования и, там, стартовой площадки, и дальше уже смотреть, где они могут реализоваться. И новое поколение, оно вообще такое очень, ну, независимое. Мобильное. У них нет границ, тех, которые, допустим, было у их родителей, да, что есть, там, город, есть страна. Если сейчас программисты, они вообще могут работать в любой точке мира, находиться. И работать у них может быть тоже в любой точке мира. Там даже язык не особо важен, потому что язык программирования, он достаточно универсален. И сейчас мир идёт к тому, чтобы было как можно больше таких вот универсальных специалистов, которые могли бы работать в разных сферах и из разных точек мира. Конечно, не всё. Конечно, не всё мы можем заменить, да, там, допустим, мы не заменим, там, не знаю, ту же техслужащую, которая теперь убирается, мы не можем перевести её на удалёнку, это будет неэффективно. То есть есть, но есть, как бы, скажем так, работы, которые можно делать удалённо. И мир к этому стремится, по крайней мере, те, кому это нравится. Да, и у кого это такая идея фикс, да? Да. Марина, а какой же идеальный работодатель у соискателей? У соискателей идеальный работодатель? Ну, на самом деле, эта модель, она трансформируется. Если мы говорим о компаниях, то лет, там, допустим, 10-12 назад это был Газпром. Сейчас идеальный работодатель у нас Google. Google, да? Да, если мы говорим про такие конкретные компании, то это вот так. Мировые. И даже, в принципе, довольно часто соискатели звонят с тем, что вот я увидела вакансию у вас, у меня точно такая же работа. Но я получаю, там, 30, а у вас 40. Я хочу делать то же самое, но за 40. Ну, за 40. Да. Нормально абсолютно желание. Да, это опять же про то, что человек ничего не сделал, не вырос, но он хочет ценить свой труд почему-то больше. Если ты хочешь, чтобы твой труд ценился больше и оцениваешь его больше, значит, тебе нужно стать лучше и что-то приобрести. Если ты приобретаешь, то да-да. Вот. Вот такая, наверное, тенденция. Получается, что всё время как-то не совпадают интересы как будто бы, да? Всё время какой-то определённый такой маленький, но конфликт присутствует между соискателями и работодателями. Здесь нужно смотреть. Вот если мы посмотрим, да, у бизнеса есть какие-то интересы, да? Если мы смотрим с точки зрения бизнеса, то нам нужен вот такой человек, да? Если мы рассмотрим человека, что он смотрит с точки зрения собственного роста и собственных задач, у него нет конфликта. Но если он смотрит с точки зрения собственного комфорта, тогда, конечно, любой рост – это дискомфорт. Это дискомфорт. И вызов. И вот, наверное, сейчас очень важно в молодом поколении, да, воспитывать именно вот эти качества такие, знаешь, я их называю такой функциональной жизнедеятельностью. То есть чтобы ты мог на любую ситуацию посмотреть абсолютно с разных сторон, да, и в то же время выбрать, конечно же, каждый будет выбирать то, что ему удобно. Но наше вообще сознание, как человеческое сознание, развивалось только тогда, когда мы начинали понимать, а как думают другие, а что сделают другие, да? То есть вот благодаря этому, плюс эмоциональному интеллекту, который тоже очень важно, чтобы развивался у современных людей, да и не у современных тоже, да, можно всегда быть при работе и ощущать себя счастливой. Да, да, всегда можно, если ты идёшь ногу со временем, если ты следуешь этими тенденциям, то ты всегда будешь востребованным специалистом. Потому что профессионалы нужны всегда, причём в любой сфере. Профессионал в любой сфере зарабатывает хорошо, достойно, и он востребован, и он не останется без работы. Спасибо большое. Может быть, что-то посоветуешь посмотреть, какие-нибудь фильмы, например, какие ты сама с удовольствием смотришь, может быть, фильмы на тему нашей сегодняшней программы. На мотивацию. Да, мне нравится фильмы на мотивацию. Ну, это такой известный фильм, там, «В погоне за счастьем» с Уилом Смитом. Да, с Уилом Смитом. Соговариваюсь уже. Ничего страшного. Вот. И из последнего мне очень понравился фильм про Кремниевую долину Юрия Дудя. То есть то, как он рассказывал, показывал современное поколение о том, как оно добивается, как оно рискует, о том, как не боится ошибаться. И очень не все доходят до победы. Очень многие сходят с дистанции, и самое главное – это не сдаваться. Вот. Поэтому, если, как говорят, если у вас цель есть, то количество попыток не имеет никакого значения. Абсолютно, да. И делайте, совершайте ошибки. Без этого никак. Да, это часть процесса. Но у нас, к сожалению, так сложилось, что ошибки – это такая негативная сторона, за которую нас ругали. Ругались в детстве. Ругались в детстве, да. Или там ребенок пишет диктант из 10 слов, 9 написал правильно, в одном ошибся. Его ругают за одно слово и не хвалят за 9. Следующий диктант, он пишет, у него 2 ошибки, а в 8 правильно. И наша задача – хвалить, потому что если мы похвалим за 9 слов, то в следующий диктант есть вероятность, что он напишет все 10 слов правильно. А если мы ругаем за ошибку, то ошибок будет все больше и больше. Потому что акцент мы делаем именно на этом. Именно на этом, да. Сама читаешь книги? Конечно. Да, что можешь посоветовать нашим слушателям почитать такую интересную, увлекательную? Это же очень все по-разному, да, потому что я очень много читаю того, что как-то связано с моей профессией, либо около моей деятельности, да. Но мне всегда нравилось читать какие-то истории успеха людей, да, как они оказывались в минусовой ситуации, и что они делали для того, чтобы взойти там на гору успеха. Вот. И поэтому берите любые биографии тех, кто вам близок, и читайте. Кто вам интересен, да. А кто, кто, потому что там много всего. Вообще яркая, интересная личность, она всегда, да, тоже была сначала в минусовой, как ты сказала, ситуации, когда у тебя не было ничего, но почему-то вдруг ты решила, что ты можешь быть победителем, да, или можешь быть победителем. Ну что, спасибо большое, и в конце нашей программы короткая притча, я думаю, что тоже многие сейчас поразмышляют, один человек решил научиться ходить по воде, чтобы перебраться на другой берег реки. Он потратил много сил и времени, и вот, научившись, он приходит к своему отцу и сообщает ему о радостном событии. «Папа, я теперь умею ходить по воде». Выслушав его, отец ответил, «Сын, бедный мой сын, ты потратил половину своей жизни на то, что перевозчику на лодке платят всего пять грошей». Друзья, развивайте свою уникальность, свои профессиональные качества, но не забывайте обязательно их потом монетизировать. И смотрите, стоит ли монетизация вот тех трудов, которые вы, например, потратили. С вами был семейный психолог Надежда Бушмелева, и сегодня тема мне помогала раскрывать руководителя рекрутингового агентства «Карьера» Марина Лихачева. Марина, большое спасибо, было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Всем любви, здоровья и счастья.